Приветствую всех на моем канале. Сегодня долгожданное видео, посвященное тем, кто борется с синдромом отмены гормонов. Все знают, что исследований о синдроме отмены гормона очень мало, синдром не признают. Лечение как будто это у вас тяжелый атопический дерматит, либо тяжелая экзема, что часто приводит людей к назначению системных уже гормонов, назначению биологических препаратов. Синдром обычно длится от 3 до 5 лет, пока не восстановится кожа, не восстановятся сосуды, нервы и сама эта атрофия, которая вызвана атопическими кортикостероидами. Но есть ли какие-то способы увеличить скорость заживления? Об одном этом способе мы уже говорили с нашей участницей. Чата синдрома отмены гормона, я оставлю вам ссылку на наш эфир. Это каптерапия. Второй способ, многие уже слышали, а многие нет, называется мой мощный тритмент, о котором мы поговорим сегодня. Либо безводная терапия, разработанная специально для пациентов с синдромом отмены топических кортикостероидов, то есть ТСВ-синдрома, японским доктором Кенжи Сато. Он лечит уже этим способом людей, синдромом отмены гормона, начиная с 1994 года, когда об этом синдроме в западной литературе еще было мало что написано, а лечение в Японии уже существовало. Но сейчас с помощью соцсетей, с помощью больных, таких же, как и я, вы узнаете, что есть такой синдром. Доктор Сато специально разработал эту систему для людей, у которых был атопический дерматит, и который из-за того, что назначали таким пациентам кортикостероиды в повышающей дозе, на которые потом организм уже больше не реагировал, сначала вызывая зависимость от кортикостероидов, после их отмены синдрома красной горящей кожи на первой стадии, и потом уже все остальные симптомы ТСВ-синдрома. Симптомы после отмены атопических кортикостероидов включают в себя кожу, как будто вы имеете какой-то ожог на теле, кожа сочится, легко распадается, вам может быть сильно холодно, увеличенные лимфоузлы, невропатические боли, такие как нестерпимый зуд до костей, как будто иголки по телу, либо электрические разряды. Все симптомы я оставлю здесь. Прежде всего нужно выразить благодарность пациентке доктора Сато, которая находилась в этой больнице, использовала она кортикостероиды в течение 50 лет из-за атопического дерматита, когда они вообще перестали помогать, и она вылечила ТСВ-синдром буквально за 3 месяца, находясь в этой больнице. Так как пациентов с синдромом очень много разбросанных по всему миру, она перевела рекомендации доктора Сато на английский язык, и также на русский язык. Сайт Акука будет под моим видео, если кто-то хочет подробнее узнать информацию. Чтобы пройти безводную терапию, вам нужно быть сильно морально уверенным в себе, верить в него, не добавлять ничего от себя, следовать точно протоколу. И тогда, как говорит Акука, результат не заставит себя ждать. Но если вы будете как-то, каким-то образом изменять, либо дополнять ной мощь от тритмент, то результаты могут быть не такие, как вы ожидали. Конечно, одиночку сделать это дома очень тяжело. Все-таки ной мощь от тритмент проводился в больнице, под надзором врача. Поэтому первый совет, когда вы проходите ной мощь от тритмент, это заручиться поддержкой врача, хотя бы для того, чтобы он проверял анализы крови, либо смотрел в вашу кожу, если есть подозрение на присоединение какой-то инфекции. И обратите внимание, что НМТ не является избавлением от атопического дерматита. Это всего лишь способ быстрее выйти из синдрома отмены термонов. По мнению доктора Кенжи Сато, эти факторы усугубляют и приводят к зависимости от кортикостероидов. Длительный или сильный прием кортикостероидов, применение токролимуса, то есть протопика, использование увлажняющих кремов и эмалентов после отмены топических кортикостероидов, частое продолжительное принятие в ванны или душа, большое количество выпиваемой жидкости и особенно жидкости на ночь, смытие эскудатов, то есть сукровицы или корок, сцарапин, недостаточное потребление белка и жиров, малоподвижный сидячий образ жизни и соблюдение постельного режима в течение дня. Это плохо. Недостаточное количество упражнений тоже плохо. Плохое управление психологическим стрессом. А сейчас правила ной мощи от ритма, то есть безводной терапии, которую выдал Кенжи Сато. Первое. Ничего не наносите на кожу. В том числе не наносите на кожу гормональные крема и не принимайте пероральные кортикостероиды. Не наносите крема и масла на кожу. Не наносите макияж. Нельзя наносить солнцезащитный крем, УЭФ-крем, либо что-то еще. Не оставайтесь в постели весь день. Не обматывайте пораженные участки повязками, либо бинтами. Не удаляйте кусочки омертвевшей кожи самостоятельно. Не вытирайте сукровицу. Дайте ей засохнуть самостоятельно на воздухе. Не употребляйте слишком много воды. Лечение будет длительным, если вы не выполняете следующие действия. Также не кладите в ванну морскую соль, либо что-то еще. Это является увлажнением. Если у вас потрескавшиеся сухие губы, лучше не наносить на губы бальзам или другой увлажняющий продукт. Нельзя ходить в сауну, баню и так далее. Если вы добавите что-нибудь в ванну, это уже не НМТ. И не спите днем. Вы не должны подвергать себя солнечным лучам. Не наносить никакой солнцезащитный крем на кожу, потому что это считается увлажнением. Что можно делать? Можно одевать широкополые шляпы. В Японии носят зонтики от солнца. Находить тень. Либо одевать такие широкие одежды, закрывающие ваше тело, потому что кожа очень атрофирована. И солнце еще больше ее атрофирует. Не помогает оно на ранних стадиях синдрома отмены гормона. Наоборот, у нас и так замедленная выработка коллагена из-за того, что кортикостероиды это замедлили. И солнце это дополнительный фактор, который разрушает коллаген. У нас сейчас не атопический дерматит, а синдром отмены с ее атрофией. Абсолютно необходимый шаг – это спать с 22 до 2 часов ночи. Вот в этот промежуток времени вы должны спать. Это не значит, что в 2 часа вы должны просыпаться. Но вот этот промежуток времени лучше поспать. Например, ложитесь спать в 9 часов, если вам трудно заснуть. Можно просить какое-то снотворное средство у врача, потому что в клинике доктор Сатой дает своим пациентам снотворное, если они не могут заснуть. Потому что в этот промежуток времени как раз вырабатывается гормон роста. Следующий очень важный совет, который многие в замешательстве выполняют, как так, мне же плохо и больно, как я буду это делать? Это делать каждодневные тренировки в течение часа. И в эти тренировки у вас должен быть пульс 120 ударов в минуту. Причем это может быть хождение, поднятие тяжестей, либо бег трусцой, джогинг. То есть именно важно, чтобы у вас заработал метаболизм. Вы можете разделять эти тренировки, например, по 2 тренировки, утром и вечером. Либо по 4 тренировки, по 15 минут. Конечно, в начале, если вам вообще плохо, например, то Кука не могла сначала вообще выполнять никакие упражнения, потому что ей было очень и очень плохо. Но когда кожа немножечко у нее зажила, она начала также делать упражнения. Многие в больнице у доктора Сато с утра идут и делают упражнения до того, как они вспотеют. Следующая часть очень и очень важна. И эта информация как-то не соотносится к информации, о которой мы привыкли думать и знать. Это ограничение жидкости. Поэтому и делать НМТ в больницах. Снижение потребления жидкости на начальном этапе до 1 литра в сутки. Зачем это требуется? А затем, когда у вас начинается стадия экссудации, то есть у вас будет течь сукровица с кожей везде. Откуда она берется? Она просачивается из наших сосудов. Когда мы пьем много воды, сосуды тоже очень слабы и не могут ее удержать. Поэтому доктор Сато нашел вот эту грань, где можно употреблять минимально безопасное количество жидкости, чтобы предотвратить вот эти симптомы, когда с тебя льет сукровица буквально литрами с тебя. И речь здесь не только о воде, а всей жидкости. Например, если вы употребляете яблоко, вам нужно найти в интернете, сколько в одном среднем яблоке жидкости. И примерно посчитать. Например, если в яблоке около 80% жидкости, вы записываете, а яблоко 100 грамм, вы записываете 80 грамм, 80 миллилитров к своему рациону. Также жидкость есть и в весе, и в мясе, во всех продуктах. Да, вначале это сложно все делать, все трудно рассчитывать, но такой протокол. В следующем месяце вы можете увеличить количество воды, смотря сколько вы весите. Если ваш вес составляет от 50 до 60 килограмм, то вам разрешено употреблять жидкости в день от 1,2 литра до 1,5 литра жидкости. Если у вас эритродермия, у вас покраснение по всему телу, если вы занимаетесь спортом, то возможно увеличение жидкости на 20%. Если вы сильно потеете при тренировке, вы взвесились до тренировки и после тренировки, и увидели, что похудели на 500 грамм, вы можете восполнить эти 500 миллилитров с помощью воды. Но, если вы заболели, у вас простуда, либо грипп, температура 38 градусов и больше, то прекратите ограничение воды, пейте столько, сколько нужно. Следующее правило, это есть максимально за 3 часа до сна. Во время ужина количество жидкости не должно превышать 200 миллилитров. Пример такого ужина я сейчас вам дам. Следующее правило, это уменьшить чистоту принятия душа и ванны. Если вы спотели, вы можете обтирать тело мокрой тряпкой, например, подмышки, либо какая-то паховая область. Ванна и душ предназначены только для предотвращения инфекций. И в идеале, доктор Сато рекомендует очень-очень быстрый душ. В идеале 30 секунд, 1, 2, 3 минуты максимально. При этом посмотрите, чтобы вода была не с большим напором и не горячая, потому что горячая вода разрушает наш кожный барьер. Мыться можно каждые 3-4 дня. При тяжелых симптомах синдрома отмены доктор Сато не разрешает душ даже в течение месяца. Также нельзя пользоваться гелями для душа, жидкими мылами, потому что они все будут негативно влиять на ТСВ кожу. Если вам нужно использовать мыло, доктор Сато рекомендует использовать пусковое мыло, которое не увлажняющее и не для атопиков, а обычное мыло. И также насчет мытья головы нельзя использовать кондиционеры для волос. Если у вас короткие волосы, вообще говорят, использовать просто воду, но если вам очень нужно, использовать опять пусковое мыло для кожи головы. Также не забывайте коротко стричь ногти, чтобы не заразить свою кожу. Следующее правило касается питания. И нет, это не исключение красных овощей, молока и так далее. Это сбалансированная диета, с достаточным потреблением протеина и хороших ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Не забудьте, что ваша кожа нуждается в белке для регенерации, которая постоянно у нас происходит при ТСВ-синдроме. Также есть совет не употреблять сильно соленые продукты, например, соевый соус, потому что такие продукты будут вызывать жажду. Также нельзя употреблять солодку, корень солодки, лакрицу. Это все один продукт. Если сильно жарко, температура 27 градусов, например, на улице, вам нужно носить вот такие вот вещи, хлопчатобумажные, широкие, чтобы воздух проходил, чтобы у вас не было прилегания одежды к телу, потому что прилегание одежды, прилегание одеял к телу, например, сильно много тепло от того, что вы лежите в пижаме, укрывшись, вам холодно, но вы проходите NMT-тритмент, это все является увлажнением и не рекомендовано. Но и мощьи тритмент, и мощьи ведро это разные техники. Следующий совет это не сдирать вот эти вот шелушинки с кожей, которые я никак не могу к себе применить. Так, если вы будете сдирать эту кожу, она будет снова сочиться, будет выделяться опять белок из кожи, потому что вот это вот цукровица из кудат, это протеин выделяется. И вот этот запах, который мы чувствуем, как будто металлический, для нас неприятный. Многие говорят в чате, что от меня какой-то запах неприятный, все вот это течет. Это и есть так пахнет протеин. Это нельзя вытирать. Да, можно промокнуть полотенцем чисто, если очень и очень влажно. Но лучше всего это все сушить на воздухе. Ничем нельзя заматывать, никакими бинтами, одевать какую-то одежду сильно плотную. А также нельзя этот эскудат смывать в ванне, потому что ваш организм все снова и снова будет его вырабатывать. И вы будете терять белок. Например, как токуха, так как она постоянно, каждый день была в ванне, в душе, применяла морскую соль в ванне. И каждый раз, когда она заходила, она смывала корочки, вода становилась такая белая от них, казалось, что это улучшение. Но когда она попала в больницу, взяли анализы, у ней была гипопротеинемия. Это нужно обязательно корректировать с помощью врача, потому что вы теряете белок, и это опасная ситуация. Следующий совет, который говорит доктор Сато. Если вам чешется, вы можете чесаться, и не винить, и не корить себя. Так как атопический дерматит и ТСВ синдром это невероятный зуд, вы не можете остановиться, то не нужно корить. Если вы расчесали кожу, у вас потекла сукровица, просто дайте ей подсушиться самостоятельно на воздухе. Но делайте так, чтобы последняя царапина была более нежной кожи. Если вы чувствуете себя плохо, депрессивно, больно, невыносимо, я могу только сказать, что ТСВ вообще нелегкое состояние, это ужасное состояние, ретерогенное состояние, и да, вам будет плохо в любой ситуации, поэтому всегда думайте, что это пройдет. Даже 80-летние пациенты в Японии проходили через синдром и имели нормальную кожу. Если вам нужна группа поддержки, существует чат по прохождению NoiMoscia Treatment. Я вам дам ссылку на группу Takuka, но она на английском языке. И также в нашем чате есть отдельная тема по NoiMoscia Treatment, кто захочет ее проходить. Если NMT не работает, то Takuka говорит, что скорее всего вы не выполняете достаточно четко правила NMT. Если эта информация была интересна и полезна для вас, прошу поставить лайк, подписывайтесь, если вы еще не подписались. И до следующего видео. Всем пока и здоровой кожи!